МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Комфортное ускорение. В Рязани по распоряжению Елены Сорокиной досрочно стартовал отопительный сезон. Электронная ипотека. Кто участвует и какие плюсы. Деревенские радости. В Залесно-Чулково капитально отремонтировали местный клуб. С сегодняшнего дня в Рязани стартовал отопительный сезон. Такое постановление накануне подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Мы ускоряем подключение к отоплению. Главное для нас здоровье и комфорт горожан, написала она на своей страничке в соцсетях. По всем возникающим вопросам жители просят обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики. ЖКХ по телефону 254869. И сегодня же мы получили официальный комментарий из мэрии Рязани. С сегодняшнего дня, с 16-го, начинается пуск объектов в социальной сферы. Он будет проходить в течение трех дней. С 20-го числа все остальные потребители тепловой энергии, это население, объекты, которые находятся в жилых домах, магазины и все остальное, те, которые подключены от центрального теплоснабжения, будут включаться у нас в течение 10 дней. Так как система у нас инерционная, скажем так, поэтому в соответствии с графиком, который сейчас размещен на сайте МОПРМПТС, на первые три дня уже он имеется, с завтрашнего дня будет наставшийся день он размещен. В этом году в Рязани отремонтируют больше 36 километров дорог. Это в четыре раза больше, чем в 2020-м. При этом часть автотрасс латают картами. Это один из самых эффективных способов. Об этом говорили на рабочей группе по дорожному хозяйству в администрации города. Гарантийный ремонт дорог сегодня на особом контроле городских властей. Участки проверяющие осматривают ежедневно, и при наличии дефектов даже самых незначительных сразу же на них указывают. Где-то провалились люки, где-то повредили плитку. Для комиссии важна каждая мелочь. Сегодня, например, по улице Горького сотрудник сфиксировал, будет составлено передать дальше работу. А улице Горького у меня есть только провал. Там, да, провал он начинает, но там, в плане, что в Дираб, там есть разрытие рядом люки. То есть будем выяснять, устанавливать. В этом году общий километраж отремонтированных рязанских дорог возрос в четыре раза. На большинстве участков работы идут с опережением, где-то уже начали заниматься освещением, хотя это подряды уже следующего года. Также в областном центре осуществляют ремонт так называемыми картами. Картами будет отремонтировано 36 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 10 километров. Также у нас идет ремонт дорог переходящими контрактами на следующий год. В этом году мы уложим нижний слой покрытия, а в следующем году мы уложим верхний слой покрытия и освещение. Из 36 объектов, где ремонт делают картами, на 31 работы фактически уже завершены. На пяти еще нет. По улице Новоселов, Есенина, по Гагарина обещают закрыть подряды к концу следующей недели. Что же касается капитального ремонта, то в этом году таких участков сдадут 7, среди которых мосты на улице Ленина и Череструбеж, а также улица Вторая линия, где сейчас тоже вышли на финишную прямую. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще в прошлом году заработал проект электронной ипотеки за один день. Организована она в рамках работы по переводу рынка ипотеки в электронный вид. Какие плюсы и сколько человек уже воспользовались, расскажем далее. Главный плюс электронной ипотеки – это срок ее оформления. Если прийти с документами в МФЦ, то все затянется на 7 дней. Электронная же система призвана сократить срок обработки заявки до суток. Мы предполагаем, прогнозируем рост обращений заявителей в электронном виде, поскольку получаем уже положительные отзывы от заявителей. Это очень удобно. Отсутствует необходимость лишний раз обращаться в МФЦ. Ну и, соответственно, заявители устраивают сроки регистрации ипотеки. Проект направлен на регистрацию ипотеки как для покупки жилья в новостройках, так и на вторичке. Пока электронная ипотека актуальна для столицы. За полгода больше 60 тысяч обращений. В Рязани тоже есть, но не в таком количестве. Мы наблюдаем рост заявок, то есть у нас имеется статистика подачи документов в электронном виде по всей стране. По сравнению с предыдущим 2020 годом, в 2021 рост обращений граждан в электронном виде по регистрации ипотеки увеличился в 5 раз. Сейчас формирован единый стандарт взаимодействия Росреестра с банковским сообществом. Считается, что это существенно оптимизирует все этапы подачи и оформления документов в электронном виде. До конца 2021 года система заработает в 85 субъектах страны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Деревня Залесно-Чулково Кораблинского района сегодня знаменательный день. Здесь после капитального ремонта открыли местный клуб. В нем разместят теперь библиотеку и кружки. Подробности далее. Ой, красивый дом культуры! Лучше и не может быть! Все народные таланты есть, где нам теперь раскрыть! Давно не звучали голоса местных артистов в деревне Залесно-Чулково. Почти два года. А ведь местные жители всегда с большим удовольствием ходили на концерты. И вот томительное ожидание завершено. Клуб снова в деле. Эта инициатива жителей, она была, естественно, услышана в администрации района. Мы эту тему обсудили и приняли решение, что да, надо это здание ремонтировать. В бюджете района средства на то, чтобы отремонтировать, а вы, как видите, здесь все сделано капитально, практически это новое здание со старыми стенами осталось. Ремонт был капитальный. В здании поменяли крышу, систему отопления, водоснабжения и канализации. Сделали, наконец-то, сцену и зрительный зал. Ремонт сельского дома культуры провели за счет областного бюджета и участия в программе местных инициатив. Но это еще не все. Чего же ждут местные жители? В рамках программы сельского хозяйства есть программа развития сельского хозяйства. И там тоже есть подпрограмма, которая позволила получить средства на благоустройство территории. То есть это и здание фасад у нас красивый, появился не просто кирпич, а мы его нашли возможность. Тут еще, конечно, средства и районного бюджета. Благодаря программе поддержки местных инициатив в Кораблинском районе за несколько лет отремонтировали несколько домов культуры. Но этот залез на Челково важен не только для сельчан, и в первую очередь для местной самодеятельности. Герман Гущин, телекомпания «Город» при поддержке телеканала ТВ «Кораблино». А вот в селе Курбатого Кораблинского района свой праздник. Здесь восстановили храм, который пострадал от пожара и долгое время был в разрушенном состоянии. Деньги на восстановление собирали, так сказать, всем миром. Герман Гущин копнул историю. В селе Курбатого Кораблинского района радость для всех православных. С силами местных жителей и через пожертвования здесь восстановили храм. Спустя 80 с лишним лет Все это время односельчане, что называется «камень за камнем», восстанавливали полуторовиковое здание, с которым, как они говорят, по красоте и величию вряд ли сравнится хоть одна современная церковь. В 1938 году настоятеля храма арестовали и расстреляли. Ну а церковь закрыли и полностью разорили. Когда отца Леонида арестовали, не было у нас священника, настоятеля не было, и храм закрыли. В это время в храме были сельскохозяйственный склад был, зерновой склад был, клуб был. И потом в 1980-х годах был пожар. То есть сгорело все, остались одни стены. За несколько лет удалось собрать деньги и восстановить, что смогли. Установили новые купола. Сейчас храм действует. И здесь открыли свой собственный приход. В том числе и благодаря помощи от других епархий. И вот в 1911 году к нам в Курбатово приехал отец Владимир Удовенко. Он увидел порошенный храм, ну и как бы собрал приход, организовал и решили восстанавливать этот храм. Когда переступаешь порог, забываешь о всех житейских делах и проблемах. Остаешься один на один со своими мыслями. Любопытная деталь. Иногда во время проведения праздничной литургии прихожане замечают, что под куполом церкви люстра, которая висит, начинает раскручиваться. В последнее время эта карусель происходит довольно часто. И замечают это явление все больше людей. В храме объясняют это Божьей благодатью за восстановление священного места. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова